Итак, почему я освещаю эту тему? Дело в том, что я работаю на стационарной промостойке уже более полутора лет и работаю в постоянном графике. Запустилась сеть промостоек в своем городе, в городе Подольский. И вот вы видите сюжеты, когда мы открывали промостоечки. У нас в команде еще одна большая радость. Скоро мы перерезаем еще одну ленточку и запускается пятая промостойка в нашей команде. Нашла партнеров, которым интересен этот метод рекрутинга и которые тоже активно развиваются через этот метод. Научилась делать каждый каталог от 150 до 300 баллов личного товара оборота с промостойки и вывела своих партнеров на первые результаты с промостойки. Получаю с промостойки на постоянной основе регистрации в свою команду. В конце презентации вы увидите небольшие отчеты по работе на промостойке. Там будут отчеты и по личному товарообороту, будут отчеты и по регистрациям. Это будет чуточку впереди. Так, и что еще? Создала система масштабирования бизнеса через сеть промостоек. И совмещаю два в одном, то есть работу на промостойке с магнитным рекрутингом онлайн. Вот почему я решила осветить эту тему и поделиться с вами своим опытом работы на промостойке. Тем более, что я знаю те люди, которые здесь присутствуют. Во всяком случае, некоторые из вас интересуются этой темой. Некоторые мне уже писали в личку, задавали вопросы. Ну вот, собственно говоря, решила как раз-таки осветить эту тему. Итак, дорогие мои, с чего же начать работу на промостойке? Вот прежде чем начать эту работу, нужно обязательно взвесить все за и против. И дать себе ответ на несколько вопросов. Первый вопрос, на который нужно ответить, это готовы ли вы работать в графике? Потому что работа на стационарной промостойке и эпизодический выход на промостойке – это разные вещи. Ну, эпизодически я имею в виду, когда у нас мероприятия в компании проходят, когда можно летом эпизодически выйти постоять где-то в проходимом месте. А когда вы работаете стационарно на промостойке, здесь нужно быть готовым к такой жесткой достаточно дисциплине. Это все равно, что если бы вы сами себя наняли на работу по найму. Да, я чуточку позже отвечу, что такое магнитный рекрутинг. Спасибо за вопрос. Значит, как будто бы вы сами себя наняли на работу. Это все равно, что работать по найму в жестком графике. Вот если вы готовы к такой работе, то welcome, что называется. Второй вопрос, на который нужно дать себе ответ – это готовы ли вы вложиться финансово. Потому что работа на стационарной промостойке – это финансовое вложение. Какие это будут вложения, мы с вами дальше разберем. И еще один вопрос, на который нужно дать себе ответ – это готовы ли вы к работе с холодными контактами в оффлайне. Потому что работа по холодным контактам в оффлайне и работа по холодным контактам в онлайн – это совершенно разные вещи. Если в онлайн вы в любой момент можете просто выйти из чата, из разговора, из переписки, то с холодными контактами так не получится. Вот он, человек, глаза в глаза, стоит перед вами, он задает вам вопросы, и вам нужно здесь и сейчас прямо дать ему ответ. Он может вам возражать, и это работа с возражениями здесь и сейчас. То есть здесь не все так просто, как это может быть в онлайн, где вы просто вышли из чата, и у вас есть время на то, чтобы подумать. Если вы дали ответы «да» на все эти три вопроса, то тогда приступаем к подготовительному этапу. И пока у меня будет загружаться слайд, я дам ответ на вопрос, что такое магнитный рекрутинг. Магнитный рекрутинг – это когда мы с вами становимся магнитом, мы притягиваем к себе людей. То есть не бегаем, активно ищем их, не занимаемся поиском, активным поиском кандидатов к себе в бизнес, а когда люди сами к нам притягиваются за счет того, что мы создаем для этого условия. И вот на самом деле у меня сейчас работает не только магнитный рекрутинг, у меня работает еще и магнитная продажа. На самом деле это тема, конечно же, отдельного разговора. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Еще раз, вот на этом этапе все, пока понятно, да? Вообще какую-то обратную связь дайте, чтобы я понимала, что не сама с собой разговариваю. Угу, хорошо. Итак, мы приступаем с вами к подготовительной работе. Что нам нужно сделать, прежде чем мы выйдем с вами работать на промостойке? Конечно же, самый большой и самый сложный вопрос – это найти помещение под аренду. Вообще, в принципе, найти такое помещение, где вы можете встать, и найти арендодателя, который готов с вами сотрудничать. И вот найти арендодателя – это, ну, по опыту достаточно сложно. Почему? Потому что, во-первых, если ориентироваться на помещение, то оно должно находиться в достаточно проходимом месте. Сами понимаете, если у нас в день будет проходить 1-2 человека, то смысла нет открывать такую промостойку. А вот там, где проходимое место, там, соответственно, и цены. И не всегда бывает такое, что нас именно в этом месте хотят видеть арендодатели. У меня был такой опыт, что я в самом начале, когда искала место, обратилась в сетевые магазины. Естественно, какие-то магазины – «Пятерочка», «Магнит», «Верный». Вот у нас, во всяком случае, в городе, у вас наверняка тоже в городах есть такие сетевые магазины или ваши региональные магазины. Так вот, «Пятерочки» мне на адрес сказали «нет». Что они не сотрудничают, ну, то есть не то, что не сотрудничают, а что нет у них такой практики, чтобы стояли с промостойками. Потом еще, знаете, какая сложность с сетевыми магазинами, что они заключают договора только с ИП, с индивидуальными предпринимателями. А поскольку я на данный момент физическое лицо, то не совсем поняла, что по банковским картам. Рим, уточни, пожалуйста. Значит, а поскольку я физическое лицо, то со мной не больно-то и хотят общаться в этом смысле. Но, вы знаете, на самом деле, кто ищет, тот всегда найдет. Да, если, в принципе, я смогла найти такое место, то, безусловно, вы тоже сможете найти такое место. Дальше. Помимо проходимости, место желательно, чтобы находилось в тепле. Так, только СП плюс беру дополнительную плату за вход в сеть. Да, заключая договор с индивидуальными предпринимателями правильно, и еще дополнительную плату за вход в сеть. Да, ну, сейчас про телевую аудиторию тоже скажу. Значит, действительно, помимо того, что проходимое место, необходимо, чтобы вы оценили, кто проходит, какая аудитория здесь проходит. Если это возраст уже взрослый, ну, например, где-то рядом находится аптека, вот что-то какие-то подобные такие заведения или пенсионный фонд, например, сами понимаете, что это не вариант, да, кто там может находиться. А вот как раз сетьевые магазины нам подходят, торговые центры подходят. Но дело в том, что торговые центры, если это крупные торговые центры, он тоже запросит хорошую арендную плату. Тоже у меня был такой момент, когда я договаривалась с торговым центром, здесь вот у нас в микрорайоне, они запросили с меня сороковник. Ну, в общем, понимаете, 40 тысяч в месяц – это как-то, ну, совсем не вариант. То есть торговые центры, крупные торговые центры, они просят хорошую плату за аренду. Так, значит, проходимое место. Мы проговорили в тепле, тоже важный момент, потому что вам придется стоять еще и зимой. Хорошо, если это, ну, где-то отапливаемый тамбур на входе в торговый центр. А вообще, в идеале, конечно, стоять где-то внутри самого торгового центра, например, помещение в коридоре. Вот я стою в коридоре, например, рядом с банкоматом. Так, теперь нужно понять, каким образом вы будете оставлять промостойку. На месте вы ее будете оставлять, накрывая чехлом, например, или вы с собой ее будете всякий раз разбирать, уносить. То есть тоже такой очень важный момент. Я поначалу таскала промостойку, несколько дней потаскала, руки отвалились. Я решила, что это не вариант. Я договорилась и стала оставлять промостойку на месте. Ну и, конечно же, окупаемость, стоимость аренды. Я вот уже озвучивала, это очень важный момент. Крупные торговые центры с вас запросят высокую стоимость аренды. По поводу стоимости аренды. Сразу хочу сказать, что желательно, прям вот оптимальный вариант, это чтобы аренда вам обходилась не более чем в 3-5 тысяч рублей. И то 5 тысяч это уже как бы, ну такая приличная сумма. Вот оптимально 2,5-3 тысячи рублей. Оптимально. То есть когда за счет оборотов промостойки вы сможете с лихвой покрыть расходы и остаться в плюсе. Если больше, здесь смотрите сами. Значит, либо вы увеличиваете активность на промостойке, то есть работаете большее количество времени. Например, я работаю по 3-4 часа. Ой, нет, не по 3-4. Это я начинала по 3-4. Сейчас я работаю по 4 часа 2 дня и по 5 часов еще 2 дня. То есть как-то здесь уже смотрите. Вам нужно будет отбивать эту арендную плату. Может быть, вы будете каждый день работать с одним выходным или без выходных. То есть сами уже на месте будете ориентироваться. Следующий момент. Подготовить материалы для витрины и рекламы. То есть это тоже ваше вложение. Да, будут. Печатные материалы, визитки, тестеры продукции, палитры красок, пробники. Это все еще до момента, как вы вышли на промостойку, у вас уже должно быть подготовлено. Следующий важный момент. Определиться с графиком работы на промостойке. На самом деле я не сразу определилась с графиком. Я тестировала, в какие дни проходимость больше, в какие часы больше или меньше проходимость. И у меня график устаканился, ну, где-то спустя, наверное, месяца полтора-два с того момента, как я начала работать. То есть примерно я уже понимала, в какие дни мне стоит стоять и по каким часам, а в какие дни, может быть, сделать выходной. Вот исходя из этого, в общем-то, я сейчас работаю как раз два дня в первую смену, что называется, два дня во вторую смену, как в работе по найму, да. И у меня три выходных дня. Дальше. Решить вопрос с транспортировкой материалов до места. Тоже важный момент. Поначалу таскала все на себе, помимо промостойки, еще и таскала тестеры, расходники вот эти. Это очень такой нерациональный вариант, потому что, ну, сами понимаете, тяжело. А когда у вас еще и заказы пойдут, то есть в зубах все не принесешь. Плюс здесь, если у вас есть машина, хорошо, можно довезти. Но, опять же, на погрузку, на разгрузку время. В общем, здесь такой момент, который можно решить через знакомство с сотрудниками в торговом центре. Вот первое, из чего я начала работу на промостойке, это я познакомилась с сотрудниками торгового центра. То есть установила со всеми дружеские отношения. Они в конечном итоге сейчас все мои постоянные клиенты регулярно у меня делают заказы. И помимо всего прочего, я поначалу, когда у меня еще была промостойка картонная, оставляла у них расходники, потому что мне некуда было их деть, а домой носить неудобно. Я оставляла у них, договаривалась, дарила им какие-то подарки за то, что они мне шли навстречу. То есть важный момент тоже, да, настроение всего торгового центра, это точно. Потому что сейчас, когда я прихожу, все знают, что я пришла. У всех все сразу иногда даже начинают выскакивать. О, Татьяна пришла! Ну, потому что я такая активная, немножко шумная, вот, со всеми в хороших отношениях. В общем, как-то так, действительно. Да, вот Екатерина подтверждает. Так, ну что, теперь поехали дальше. Мы переходим к разделу материалы. Конкретно, что нам понадобится и во что нам нужно будет вложиться. Значит, девочки, конечно же, промостойка. Вот сейчас про промостойку прямо отдельно у меня есть слайд. Что я вам хочу сказать? У нас есть промостойки. Правда, сейчас их, по-моему, в продаже нет. Они бывают, когда у нас летний период, да, когда вот периоды вот этих, скажите мне, как правильно называются, марафоны, не марафоны, а флешмобы. Вот, когда у нас флешмобы, то они у нас появляются в продаже. Сейчас их, по-моему, в продаже нет. Но даже если бы они были в продаже, вот эта промостойка, которая находится в левом нижнем углу, это наша фуберликовская промостойка, честно говоря, она никакая в плане ее эксплуатации, потому что она очень хлипкая. А стоит она, знаете ли, ну, немалых денег, тысячи две где-то, тысячу восемьсот или тысячу семьсот. Да, наши промостойки хлипкие, как раз я об этом и говорю. И здесь действительно можно найти выход методом укрепления. Что это значит? Это значит, что внутри промостойки, у меня, кстати говоря, партнеры укрепили эту промостойку внутри. Дополнительно с помощью ДСП, ЛДСП, то есть вот этого такого материала, туда его каким-то образом на шурупах прикручивали. В общем, я не знаю эту технологию, но по-любому это было так. И промостойка оказывалась, по крайней мере, вот эта нижняя ее часть, половина, которая на пол ставится, она была таким образом укреплена. И можно было что-то хотя бы поставить на промостойку, потому что если вы положите туда каталоги штук 5-6, если вы поставите еще парфюм, который сам по себе тяжелый, муляжи какие-то с тестерами, со средствами чистящими дом, то на самом деле промостойка-то может и не выдержать. В общем, вот эта промостойка, особенно вот эта промостойка с желтой крышкой, она очень хлипкая. Если до этого у нас была такая сиреневая промостойка, она еще куда не шла, а вот это вообще из ряда вон. Поэтому, что я рекомендую, добавьте лучше еще 2000 рублей и купите себе промостойку, вот ту, которая справа изображена на фотографии. В пределах 3-4 тысяч можно купить такую промостойку, ну, во всяком случае, в нашем регионе. Нет, не с красной крышкой была промостойка с сиреневой такой крышкой, еще до этих двух. Так, значит, купите промостойку, лучше вот такую пластиковую. Она, по крайней мере, уже понадежнее, попрочнее. У нее есть внутри полочки, и, а сейчас идет с красной, да, ну, да, возможно, красную я не видела. В общем, внутри есть полочки, это удобство. Вот, с другой стороны, они находятся в продаже, и я вам здесь вот ниже, девчонки, даже разместила ссылку на группу ВКонтакте, через которую я нашла изготовителей подобных промостоек, но единственное но. Если вы хотите вот такую промостойку купить, лучше поискать ее в вашем регионе. Если вы хотите такой стационарную, которая вот была в ролике на заставке, вот мою промостойку, она, конечно, подороже, уже подопродней, то ее лучше покупать именно на этом сайте. Почему? Потому что здесь достаточно дорогая будет доставка в регионы, поскольку находится этот производитель промостоек в Питере или в Ленинградской области, я не знаю, но, в общем, в Питере, и они оттуда доставляют. Сами понимаете, доставка очень дорогая. Мне доставка обошлась в 3 тысячи рублей, по-моему, даже в 3 с копейками. Сама промостойка зато почти в два раза дешевле, если бы я покупала ее здесь, в Москве или в Московской области. Плюс у меня были определенные критерии к моей промостойке. Мне нужно, чтобы она была достаточно большой, плюс еще закрывалась на замочек, чтобы внутри я могла оставлять расходники. Вот моя промостойка у них на сайте обошлась мне что-то около 11 тысяч рублей, плюс 3 тысячи доставка. Вот 14 где-то тысяч с копейками она обошлась. Но еще раз повторюсь, не надо вам сразу покупать такую дорогую промостойку. Вполне достаточно стартовать вот с этой промостойкой, которая вот на фото изображена, да, потому что все-таки вы понимаете, что это очень большие вложения. И я купила вот такую уже основательную промостойку через полгода после того, как я открылась. Вот. Вам еще нужно будет устаканиться на этом месте. Опять же, попробовать на себе подойдет вам этот метод, не подойдет, чтобы потом не было у вас геморроя, что мне с этой промостойкой делать. Поэтому сразу не спешите, не покупайте. У меня партнер купила такую стационарную промостойку, но из-за недостатка времени она на ней не сильно активничает. Я ее предупреждала, что не надо такие вещи делать сразу, но у нее было свое понимание и купила. В итоге сейчас она использует ее неполноценно. Зачем такие вложения, спрашиваются. Думаю, что по поводу промостойки понятно. Если да, вот понятно все на этом этапе, пожалуйста, поставьте плюсики, дайте мне какую-то обратную связь. Хорошо. Так, это что касается промостойки. На что еще понадобятся деньги? Деньги понадобятся для печатных материалов. Это листовки, каталоги, анкеты, визитки. Вот здесь я написала журнал. Это у нас был журнал Мир Фаберлик, вот что-то подобное. Помните, у нас такое издание было, сейчас его нет. Но у меня, кстати говоря, несколько таких журналов осталось, но штук, наверное, 20-30 лежат. Я, в принципе, их раздавала, когда у меня заканчивались каталоги. Кстати говоря, девочки, ни в коем случае не выбрасывайте. Старые каталоги, они в ход идут на промостойке. Вы их раздаете просто как ознакомительные каталоги. Просто для того, чтобы человек посмотрел, познакомился с продукцией, и вы оставляете с этим каталогом свои контактные данные. И плюс еще ко всему вы обязательно просите его, либо свои контактные данные оставить, либо в идеале заполнить анкету, что является, в общем-то, уже рекрутинговым моментом. Можно даже просить всех, чтобы приносили нам старые каталоги. Да, я прошу, можно и старые, я прошу, во всяком случае, чтобы мне возвращали новые. Когда у меня действующий каталог берут, я предупреждаю, если вам не сложно, пожалуйста, верните мне каталог, потому что мне он нужен. Это мой рабочий инструмент. Так, ознакомительные? Да, хорошо идут. Ну, согласна. Так, теперь, значит, продукция для витрины. Конечно же, нам нужна витрина. Это парфюм, кремы, губные помады, контуры, там, карандашики различные. Обязательно продукция для дома, тушь и небольшой ассортимент для мужчин. Значит, давайте поподробнее. Я вам очень, прям, настоятельно рекомендую, если работаете с промостойкой, по максимуму используйте наши парфюмы. Почему? Потому что парфюмы и дорогие кремы. Не то, что дорогие кремы, а кремы, которые в средней ценовой политике, да? Если они у вас имеются уже начатые, вы сами, может быть, покупали, просто выставляйте их на промостойку. Не надо покупать совершенно новые специально, сознательно, да? Потому что это тестеры, чтобы человек попробовал и приобрел. Почему именно парфюмы и кремы? Потому что даже если они у нас дополнительно в каких-то акциях участвуют, в распродажах, они идут у нас с полным баллом. То есть стоимость балла на эту продукцию 75 рублей за балл на парфюм и на кремы. Поэтому это выгодно. Для того, чтобы нам организовать свой личный товарооборот, чтобы с меньшими усилиями, да, но при этом получить максимальный результат, баллы нам важны. Вот, так что прям очень рекомендую работать именно с этим сегментом. Очень хорошо идет продукция для дома. Но у меня на промостойке стоят муляжи, потому что достаточно тяжелые у нас эти бутылки все, чтобы промостойка не испытывала лишнюю нагрузку. Я использую муляжи, пустые баночки, в которые немножко налила воды, чтобы они стояли. И вот они привлекают внешним видом внимания посетителей. Очень хорошо, если вы будете иметь тушь, например, потому что обычно женщины спрашивают тушь. Палитру красок, всегда спрашивают краску для волос. И муляж у меня есть, краски на промостойке, потому что тоже задают вопросы, а что в этой краске находится. Дальше, пробники парфюма, пробники губной помады. Это все для клиентов в качестве просто подарка, за знакомство может быть. Я просто так раздаю пробники. Если клиент у меня интересуется каким-то кремом, например, задал вопрос, я ему подарю пробничекрема. Иногда беру контакты, иногда они беру, по-разному бывают. Да, с муляжами здорово, Ирина, это точно. Так, еще нам пробники понадобятся для того, чтобы разыгрывать лотереи. Вот тоже такой рекрутинговый инструмент для привлечения внимания на промостойку. Когда вы раздаете бумажечки, у меня всего было три разных вида бумажек, например, пробник шампуня, пробник кондиционера и пробник крема. И у меня эти все пробнички были в наличии. Вот эти бумажки я много-много наделала, но только в трех разновидностях. Все в красивую коробочку упаковала. И когда стартовала на промостойке, мне же ее надо было раскрутить, это же реклама должна быть, я должна была привлечь внимание клиентов. Я выходила с этой коробочкой и раздавала эти бумажки клиентам, вернее, не клиентам, а просто проходящим людям. Говорила о том, что примите участие в лотерее. И так говорила, и еще потом стала говорить, что для вас маленькая приятность. Это всегда знак вопроса в глазах читался, что за приятность. Вытаскивали вот этот билетик, и дальше я уже завлекала на промостойку, говорила, пойдемте, вы выиграли вот такой-то пробничек, давайте я вам сейчас подарю. Сейчас я вам его достану. Пока буду доставать, вы заполните мне, пожалуйста, анкетку. Попрошу вас о помощи. Все, человек заполнял анкету, где выявлялись потребности. И, соответственно, таким образом у меня контакт был отработан, и происходило первое знакомство. Да, совершенно верно, по Фиберлик-клубу можно много пробников набрать для лотереи. Да, иногда у нас и распродажи бывают с пробниками, тоже и по ВИПовской программе, пожалуйста, можно пробники использовать. Я когда лотерею проводила, многие удивлялись и спрашивали, это платно? Да, и такое бывает, действительно. Ну, я обычно говорю, для вас маленькая приятность. И вот это всегда некое такое вызывало, ну, не замешательство, а интерес читался в глазах. Так, про это я вам рассказала, про лотерею, для чего нужны нам пробники, тестеры. Угу, 5 баллов стоят пробники, да, спасибо за информацию, Катя. Дальше нам понадобится палитра красок, я уже озвучивала. Девочки краску берут очень хорошо. И плюс еще я сама демонстрирую на своих волосах, рассказываю про краску эксперта, она мне очень нравится, и всегда это вызывает такую долю доверия краске, и очень хорошо покупают. Понадобятся блоттеры. Блоттеры – это полоски для тестирования ароматов. Так, органайзеры для мелкой косметики, ну, у нас продаются в компании органайзеры. Помадку можно поставить, тушь, карандаши, вот это все у меня тоже стоит на промостойке в органайзере. И салфетки для розочек. Вот розочки – это еще один рекрутинговый инструмент. Один лотерея я вам рассказала, а второй розочки. Когда вы привлекаете внимание к промостойке, просто сделав розочки из обычных салфеток, и раздавая розочки проходящим людям, причем на розочку мы фышкаем предварительно аромат, это очень здорово работает, особенно если мамочки с детьми, с девочками проходят. Я вот такой хитрый ход всегда делаю, дарю розочку девочке или мальчику, неважно, то есть ребенку маленькому. Если девочка, говорю, а вот для розочки – розочка. И, естественно, мама всегда понюхает аромат. У меня буквально вот в предпоследнем заказе таким образом сработала розочка, когда я девочке подарила аромат на этой розочке, наш дезерабль, вот эта вот последняя новиночка. Мама понюхала, так говорит, ой, вау, какой классный аромат, я хочу, я уже, говорит, хочу. Ну, в общем, ушла. Через неделю вернулась, заказала мне этот аромат. Вот так это все круто работает. Да, если нет блотеров, то можно нанести аромат на розочку, тоже выручает в этом смысле. Так, этот слайд у нас уже был, теперь дальше двигаемся. Девочки, теперь еще очень важный момент. Прежде чем мы к нему приступим, дайте мне обратную связь, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы. Хорошо ли меня слышно? Да, вижу вашу обратную связь, спасибо. Так, двигаемся дальше. Особенности работы и правила работы. Это мега важный момент, очень важный. Девочки, прямо вот делаю акцент, это супер важно. На промостойке, во-первых, лучше работать вдвоем. Почему лучше работать вдвоем? Я вообще рекомендую сначала наставнику самому откатать этот метод, хотя бы месяц-два поработать, понять, как работает метод, насколько он заходит самому наставнику, потому что наставнику потом придется вести за собой своих новичков. И набить, может быть, своих шишек, первых каких-то граблей насобирать. А потом уже с учетом этого опыта брать новичка за руку и вместе с ним выходить на промостойку. Ни в коем случае одного новичка работать на холодные контакты, тем более в оффлайне, не отпускать. Обязательно сначала мы обучаем новичка, а потом, безусловно, все это с наставником происходит, когда он уже сам окрепнет, присутствие наставника в процессе обучения обязательно рядом, чтобы он был. Нельзя ни в коем случае свободное плавание отпускать. Вот, поэтому тоже на этом сделала вам акцент. Следующий момент, девочки, очень важный, это с промостойки мы ничего не продаем. У нас не должно быть никаких ценников на промостойке. У нас только тестеры, все то, что можно попробовать, понюхать, кремы намазать, например, протестировать и так далее. Никаких ценников, никаких упаковок целых, ничего на промостойке быть не должно. Почему? Потому что это запрещено правилами компании. Потому что ничего нельзя продавать в розницу, через розничные магазины, с лотков, с ларьков и так далее. То есть это запрещено правилами компании. А мы правила компании не нарушаем. У нас на промостойке только рекламная деятельность и возможность протестировать продукцию, а также помочь человеку определиться с выбором, то есть проконсультировать наших клиентов. Вот все, что входит в наши обязанности. Но при этом мы можем работать под заказы, то есть если нам поступают заказы, мы через определенное количество времени эти заказы нашим клиентам доставляем. Дальше. Что можно делать? Можно раздавать, но не продавать каталоги. Любая продажа, даже продажа каталогов, это продажа. Поэтому каталоги раздаем и в идеале каталоги раздавать через заполненную анкету. Не всегда так получается. Если человек не хочет заполнять анкету, в этом случае я не отдаю ему действующий каталог. Я говорю, могу вам просто предложить ознакомительный каталог. Посмотрите, сориентируйтесь. При возможности верните мне каталог. Если вас что-то заинтересует, приходите, я вас сориентирую по актуальным ценам. Прямо человека предупреждаю. Доставкой до двери мы не занимаемся. Совершенно верно. Люди сами приходят в назначенное время на промостойку за своими заказами. И это действительно так. Да, Ирин, вижу твой вопрос. Как осуществляется доставка заказа? Его передача клиенту. Давайте отвечу сразу на этот вопрос. Смотрите, девочки, заказы мы собираем на промостойке. Для того, чтобы отдать заказ клиенту, я и по оплате скажу. Для того, чтобы отдать заказ клиенту и взять с него предоплату, а работаю я только по предоплате, девочки, ни в коем случае. Это мои грабли. Я в самом начале, как только первые дни выходила на промостойку, не брала предоплату. Что происходило? Клиенты пропадали. И, естественно, это уже были мои проблемы. Я потом подумала, а нафига мне такой геморрой, нафига мне проблемы. Я решила, что буду работать только по предоплате. И вы знаете, вот ни один человек, которому я оговариваю сразу условия, я их сразу проговариваю, что работаю по предоплате, только под заказ. В течение 5-7 дней у меня будет доставка, не ранее. Вот сразу, как только мы начинаем общаться, еще до момента консультирования я это проговариваю. Если человек согласен, все, я его дальше консультирую, чтобы не тратить ни его время, ни свое. И, значит, по предоплате я купила чек-листы, или как они еще называются, чеки, товарные чеки, вот как они называются. И выписываю заказ, рядом проставляю стоимость каждой позиции, количество и артикулы. И у меня они самокопирующиеся. Вот один у меня остается, а один я отдаю клиенту. И прописываю, какую он внес предоплату. Предоплату беру, как правило, 50%. Если он хочет 100%, не вопрос, пусть оплачивает 100%. Иногда беру меньше, 50%, но бывает такое, что у человека нет налички. Например, там 100-200 рублей, все зависит от суммы заказа. Например, заказ на 400 рублей, если он мне 150 заплатит рублей, ну, не криминально, скажем так. Вот. Да, чековая книжка, они у нас одно время были, во Флоранш точно были. Вот не помню, фаберлики были или нет, но вообще это товарные чеки, они продаются в любом отделе канцтоваров. Так, девочки, время идет неумолимо. У меня еще столько материала. Поехали дальше. Я ответила, Ирина, на вопрос по поводу оплаты, а по поводу доставки не ответила, да? Значит, доставка. Соответственно, доставка у меня все с промостойки. Мы договариваемся, в какое время приходит человек. Я обычно ориентирую таким образом, говорю, что смотрите, доставка у меня будет на пятницу, предположим. Значит, в четверг вечером я вам отзваниваюсь и напоминаю, в какое время и когда можно прийти за заказом. И действительно, накануне вечером я всегда все своим клиентам отзваниваюсь. И вот сейчас у меня сегодня был заказ, я уже всем своим клиентам отзвонилась и предупредила, что завтра с 16 до 20, а вообще не до 20, я предупреждаю за полчаса до окончания работы. Мне же собраться надо с 16 до 19.30, подходите на промостойку, вот, и можно забрать. Либо в WhatsApp я отправляю сообщение, смотрю, чтобы мне человек ответил, либо SMS, если я не дозвонилась в идеале, я всегда звоню. Так, поехали дальше. Ответила на ваши вопросы, Ирина, ответила на твой вопрос по поводу доставки, оплаты. Если еще вопросы есть, задавайте, я по ходу буду отвечать, у меня же язык начинает заплетаться. Так, девочки, поехали дальше. А брать деньги на промостойке можно? Ну, а каким образом мы будем расплачиваться? Я не знаю, нигде, во всяком случае, не прописано, что это на промостойке нельзя делать. Ни в правилах компании, нигде это не прописано. Мы же берем деньги за заказы, какая разница, где я буду брать на промостойке деньги за заказы, или я буду брать их в другом месте. Нигде это не прописано, во всяком случае. Я не уточняла, этот вопрос я не уточняла. Так, ну, в правилах компании это не прописано. Так, девочки, значит, можно раздавать каталоги, но не продавать, мы проговорили этот момент. Можно раздавать листовки. В листовках обязательно должны быть ваши координаты. Я указываю, помимо телефона, еще у меня есть ссылка на мой чат в WhatsApp, клиентский чат в этих контактах, и я проговариваю это с человеком. Дальше, там есть контакты на моей социальной сети, на YouTube, конечно, и на Instagram, на продуктовый аккаунт. Я даю ссылочку, а продуктовый аккаунт у меня привязан к геолокации, и вот у меня такой взаимообмен происходит между оффлайн и онлайн. Дальше, девочки мои дорогие, можно проводить анкетирование. Нужно, я бы сказала, проводить анкетирование, и все действия, которые мы совершаем на промостойке, они должны быть нацелены не на создание личного товарооборота, а прежде всего они должны быть направлены на рекрутинг, потому что личный товарооборот, будете вы фокус на нем держать или не будете, он будет все равно организовываться. Люди будут приходить и всегда найдутся те, кто просто захотят вам заказать, просто сделать заказ, заказать какую-то продукцию без оформления дисконта, без заработка. Промостойка – это такой инструмент, она сама по себе уже является магнитным инструментом, она сама по себе уже привлекает внимание клиентов, и они сами приходят и делают заказы. А вот насчет анкетирования, здесь нам нужно самим поактивничать, потому что без нашей активности люди сами не могут догадаться, что им нужно заполнить анкету. И всегда любой удобный вариант мы используем для того, чтобы предложить человеку заполнить анкету. Даже если человек у нас ничего не берет, но он стоит с нами разговаривать на промостойке, он к нам расположен, мы чувствуем, что он никуда не торопится, мы ему предлагаем. Я вот говорю, пожалуйста, помогите мне заполнить коротенькую анкету, там всего лишь 5 небольших вопросов, возможно, вас там что-то заинтересует. И вот это всегда, возможно, вас там что-то заинтересует, привлекает к себе внимание, и человек соглашается заполнить анкету. Но показать анкету я хотела о ней рассказать, и хотела... Девочки, давайте сделаем таким образом, чтобы просто не отнимать время по поводу анкеты. Я не буду сейчас ее открывать, и она, кстати говоря, будет у меня дальше там в слайдах. Я хотела вам сделать такое предложение. Если вам интересны какие-то материалы по промостойке, например, та же анкета, у меня есть еще, в принципе, чек-листы, я могу с вами поделиться. Если это вам интересно, могу дать ссылочку на свои вот эти печатные материалы, по которым можно запускать своих партнеров и самим запускаться. Давай, да? Нужно? Интересно. Так, сейчас найдем ссылку, если интересно. Я вам сейчас ее прямо скину в чате. Так, вот в чате появилась ссылочка, так что, в принципе, можете пройти по ней, и откроются материалы. Если ссылка битая, скажите, потому что у меня здесь мышка что-то ерундила, я тогда перешлю. Там, значит, чек-листы и там анкета, по которой я сейчас работаю. На самом деле у меня была немножко другая анкета, я ее сейчас модифицировала. Что изменило? У меня там в прежней анкете было две градации. Значит, вопросы я задавала относительно, ну, хотите ли вы дополнительный доход, рассматриваете ли вы возможность построения бизнеса в сотрудничестве с компанией «Фоберлик». Сейчас я эти два пункта объединила в один, и вот в этой последней анкете есть один пункт. Интересует ли вас возможность заработка в компании «Фоберлик» без беготни с каталогами, без приставаний к людям и без финансовых вложений. Вот сейчас с такой анкетой мы работаем. На самом деле, ну, не слишком важно, можно и по той работать, и по этой. Все работает, девчонки. Главное, что все работает. Так, по поводу анкетирования. Значит, можно проводить анкетирование. Анкету я вам скинула. Можно собирать заказы от клиентов. Об этом тоже проговорили. Необходимо хорошо знать продукцию. Тоже очень важный момент. И быстро ориентироваться по каталогу и в ценах. Но это наработается с опытом. Так что ничего страшного в этом нет. Поначалу, может быть, и не так быстро будете отвечать на вопросы. Ничего страшного. Каталог всегда под рукой. Полистали, посмотрели. У нас все по разделам. Декоративка отдельно, парфюм отдельно. Так что все можно найти при желании. И плюс вы можете заранее ознакомиться с каталогом, прежде чем с ним начать работать на промостойке. Ну и, конечно же, девочки, обязательно нужно хорошо знать все выгодные акции для потребителей и выгоды от регистрации потребителей. Потому что прямо на промостойке у меня чистенько такое бывает, что проходят регистрации прямо здесь и сейчас. непосредственно на рабочем месте. Поэтому показать выгоду человеку, знать первый шаг стартовой программы, ну это прямо святое. Дальше переходим к очень важному моменту. И вот здесь как раз таки вы видите инструменты для рекрутинга. Здесь и анкетка уже заполненная, и объявление, которое у меня раньше стояло на промостойке. Сейчас оно у меня не стоит. Было оно у меня еще в модифицированном варианте. Ну, в принципе, я иногда его ставлю, иногда не ставлю. Здесь вот по-разному. Но если вы только начинаете, прям рекомендую ставьте это объявление. Как рекрутировать на промостойке? Значит, на видное место объявление о 20% скидке. Я не знаю, хорошо видно вам на слайде или нет. Вот фотографию. Написано скидка 20% на все. И дальше есть все пробники. И перечисление идет. Пробники губной помады, тестеры парфюма для мужчин и тестеры парфюма для женщин. Дело в том, что когда вы только будете приступать к работе на промостойке, у вас еще тестеров будет немного. И поэтому я рекомендую обзавестись пробниками, особенно пробниками парфюма и губной помады, потому что часто спрашивают женщину помаду и сориентироваться по каталогу под оттенком помады просто невозможно. Помада нужна, тестеры нужны. Вернее, не тестеры, а именно пробники. Тестеры – это имеется в виду то, что можно полноценный флакончик протестировать, да. А пробник – это мини-версия, которая у нас есть в разделе «Бизнес-аксессуары». И у меня на самом деле есть практически все пробники на весь парфюм, но сейчас уже, конечно, на самой промостойке, вы, наверное, видели на заставке перед началом вебинара, какое огромное количество у меня тестеров. То есть то, что можно полноценный флакончик протестировать, понюхать аромат, очень цепляет сам флакончик, и зачастую женщины реагируют в первую очередь на форму флакончика, а потом уже начинают мюхать. То есть здесь все на эмоциях происходит, когда мы с парфюмом работаем. Пробники губных помад сейчас разве есть? Девчонки, были у нас распродажи, я знаю, но во всяком случае, или в том каталоге, или каталогом назад, были распродажи пробников помад, помад, мне кажется, было там все. Не знаю, есть ли кто-то в курсе, ответьте на этот вопрос. Честно говоря, не мониторила я этот вопрос в последнее время. Напишите, девчонки, если знаете ответ на этот вопрос. Не могу ответить. Очень мало, да? Но вполне возможно, девчонки, что у нас будут обновляться линейки продуктов, а не то, что вполне возможно, а точно они будут обновляться. У нас итальянская косметика, там и губная помада у нас выйдет. Может быть, какие-то серии у нас уйдут. В общем, не знаю, с чем это связано. Может быть, у нас пробники сами будут обновляться. Здесь не могу ничего сказать. Но вообще они для работы очень нужны. Необходимо просто. Так, теперь, что мы делаем дальше? Помимо объявления, можно в качестве объявления размещать листовку с первым шагом. Раньше они у нас были. Сейчас у нас их нет. Можно просто вырезать из каталога, например, тот же первый шаг и разместить его в качестве объявления. Еще мы озвучиваем голосом во время консультирования возможность оформления дисконта. Я уже тоже об этом упоминала, что при любом удобном случае, даже в момент консультирования, обязательно обращаем внимание, что есть возможность оформить дисконт. А тем более, если вы видите, что клиент вам делает заказ на сумму более чем 1000 рублей, сразу проговариваем про дисконт, что вы можете приобрести эту продукцию и при этом еще сэкономить 20%. А если еще и условия вот этого шага, то есть сразу показываете обложку каталога, при заказе, например, на 1699 рублей получите такой-то подарок. Вот в этом каталоге при заказе на 1999 рублей один из парфюмов Рената идет в подарок. И это все проговариваем. Дальше просим заполнить анкеты с акцентом на рекрутинг. Об этом я тоже говорила, что это значит с акцентом на рекрутинг, что мы выявляем потребности человека. Вот эта анкета, она выявляет интерес человека, во-первых, относительно оформления дисконта, то есть как льготный потребитель, во-вторых, относительно заработка, ну и в принципе, если он ничего не хочет, там есть такой пункт, хотели бы вы получать каталог Фаберлик в подарок. Если он и здесь пишет, что нет, но в принципе, это случайный человек тогда. Бывает такое, мало, конечно, таких анкет, но бывает, что говорят и нет. Но, как правило, где-то галочка да и стоит. А в дальнейшем мы уже в зависимости от выявленных потребностей работаем с человеком, если он хочет оформить дисконт, не позднее, чем на следующий день, не позднее. В следующий день это прям край. А лучше в этот день вечером договориться, созвониться с ним и провести регистрацию, либо прямо на промостойке. А если он заинтересован бизнесом, то можем, опять же, в мессенджерах скинуть ему перличную информацию по бизнесу. Это наше рекрутинговое видео, где мы говорим о сути бизнеса и каким образом можно заработать деньги в компании Фаберлик. И если уже интерес сохраняется после этих видео, мы проводим с вами рекрутинговую встречу. Проводить мы ее можем как в оффлайне, так и в онлайн. Так, следующий момент. Теперь о плюсах метода будем говорить или пропустим этот слайд? Или вы сами уже понимаете, в чем плюсы? Дайте мне обратную связь. Может быть, вы просто сделаете скриншот, чтобы время сэкономить, потому что мы уже все, поняла. Тогда делайте скриншот. Все успели? Я переключаюсь? Все, переключаю слайд. Если кто не успел, напишите, я верну. Так, девочки, минусы метода, вот это я проговорю, потому что это важно. Ну, плюсы, понятно. Там плюсов масса. И организация личного товарооборота, и рекрутинг идет с промостойки. И новичок сразу с первых шагов начинает видеть свои первые деньги. Он понимает, в чем его выгода, что этот бизнес работает. Там плюсов просто множество. Одни плюсы, я бы сказала. Но есть и минусы. И вот давайте проговорим минусы. Минусы в том, что, конечно же, первое, это нужны финансовые вложения. Какие это вложения? Вложения от, ну, в среднем, от 3-5 до 10 тысяч рублей. В зависимости от того, какая будет промостойка, сколько вы купите тестеров. Сюда плюс аренда еще входит, да, если мы берем среднюю аренду в 3 тысячи рублей. Единовременно вложения это до 10 тысяч рублей могут быть. А затем каждый месяц еще и плата за аренду. Аренда там, опять же, как договоритесь, от 3 до 5 тысяч. Следующая аренда я вам проговорила. И минус в том, что еще в поиске аренда, да, есть определенные сложности, но нет ничего невозможного. Дальше, минус привязка к месту и времени. Я бы это и плюсом назвала, и минусом назвала. Почему? Потому что это самодисциплина. Прежде всего, особенно у новичка. Когда он начинает делать первые шаги, сразу он понимает, что это ответственность, это самодисциплина, что нужно в такое-то время, в такие-то часы, быть на промостойке хочешь, не хочешь, но ты уже, что называется, подвязался. То же самое относится, конечно, и к самому наставнику. Минус почему? Потому что, ну, потому что элемент наемной работы, да, тут ты себя стимулируешь. Но мне кажется, что в нашем бизнесе без самодисциплины, без ответственности, ну, ничего вообще не получится. Поэтому это все-таки плюс, наверное. Риски пропавших клиентов и зависших заказов. Они существуют. У меня очень часто бывает такое, что клиент полностью оплачивает заказ и пропадает на 2-3 месяца. Представляете? И я не могу ему дозвониться. Он или неправильно мне назвал телефон, ошибся в цифре телефона, или просто абонент, не абонент. Здесь вопрос, кому-нибудь пугают минусы? Если кого-нибудь пугают минусы, напишите в чате. И вообще, пугают, не пугают? Так, кого-то не пугают. Кто уже себя попробовал, хотелось бы услышать обратную связь от тех, кто еще себя не попробовал в работе с промостойкой. Когда попробовал, то уже не пугают, то уже прошел через огонь и воду, и медные трубы, да? А если пугают, то какие? Да, дайте обратную связь, я продолжаю дальше. Так, риски пропавших клиентов, как огородить себя от этого, я вам выше сказала, берем предоплату. Да, и говорила о том, что иногда даже бывает такое, что клиент с полностью оплаченным заказом пропадает. Потом появляются, через 2-3 месяца, вот такое в летнее время было, человек уехал на дачу, вернулась с дачи, говорит, я забыла и телефон дома оставила. в общем, человек отдыхал, заказ у меня телепался в промостойке. И сейчас вот тоже ситуация такая, мама с ребенком, мама полностью оплатила заказ для интимной гигиены, он у меня телепается в промостойке, забрать не может, то ребенок заболел, то забыла. И вот уже, наверное, не знаю, на протяжении двух каталогов сторожу, что называется, этот заказ. Такое бывает, девочки. Но, что говорить уже про тех клиентов, которые не оплачивают заказы, сами понимаете, ответственности никакой, и, собственно, предоплата решает все. Дальше. Много энергии уходит для общения в офлайне. Вот реально, это так, это такой большой энергетический подсос, здесь невозможно уйти, если ты уже начала общаться с человеком, это не онлайн. И, конечно же, потребуется физические усилия, для того, чтобы доставить заказы до ваших клиентов, сходить на пункт выдачи, забрать, с пункта выдачи принести на промостойку, а если это еще штучек, так, 6, 7, 8, бутылочек из серии домфоберлик, да еще и штуки 4-5 порошков, бывают и такие заказы тяжелые, поэтому здесь, в общем, сами понимаете. Конечно же, придется держать себя в тонусе, ваш внешний вид, макияж каждый день, обязательно, потому что без этого никуда, на нас смотрят наши клиенты, и это степень доверия, в том числе, к нам. Надо будет работать с возражениями в оффлайне, об этом я уже говорила, и потребуется достаточное знание продукции, акции для потребителей, и это мы тоже проговаривали. Теперь ответ относительно того, пугают ли меня минусы этого метода, но если бы меня пугали минусы этого метода, я, наверное, бы и не стала бы работать на промостойке. На самом деле, нет ничего невозможного, скажем так, у любого метода есть свои плюсы и минусы, какой бы метод рекрутинга вы не взяли. И вот если мы доживем до последнего 18-го слайда, у меня сейчас 12-й, то если останутся живые, то вы поймете, о чем я сейчас говорю. Мы едем дальше. Уже 13-й слайд. Так, теперь мы подходим к очень важному моменту. Так, в чате мне пишут, и отличное настроение всегда согласна. Даже если болит голова, если болит живот, если плохая погода, но это, в общем-то, относится к любому, наверное, методу, особенно к промостойке, потому что вы в графике, вы не можете отложить это время. то есть минусы есть, девочки, но все минусы перекрывают те плюсы, которые были выше. Итак, как же масштабировать свой бизнес с помощью промостойки? Интересен вам ответ на этот вопрос? Расскажу. Неинтересен, поедем дальше. Да, согласно, минусы перекрывают плюсы. Хорошо, спасибо за обратную связь. Поехали дальше. Как масштабировать свой бизнес с помощью промостойки? Первое, с чего нужно начать, это с себя самого. Самой себе необходимо поставить задачу освоить работу на промостойке. То есть, сначала все начинается с наставника. Дальше, конечно же, следующий момент, это наша задача найти партнеров, которые также захотят работать этим методом и обучить их работе на промостойке. Конечно же, обучать мы можем как в оффлайне, так и в онлайн. И, в общем-то, это подтверждает наш практический опыт, потому что у нас есть классный онлайн-инструмент, который позволяет научиться работать на промостойке, даже находясь с партнером совершенно в другом городе. Но здесь единственный момент, что ему придется самому выходить на промостойку, самому организовывать работу. Какой здесь выход? Просто работать в спарринге, что называется, с коллегой по бизнесу, может быть, найти кого-то, да, либо найти еще себе партнера, вдвоем выйти, то есть начинать всегда лучше вместе с кем-то. Да, у нас офигенный онлайн-инструмент, вижу обратную связь. Спасибо всем нам, не только мне за него, спасибо всем нам, все, кто принимает участие в развитии этого бизнес-инструмента, потому что все партнеры, которые у нас работают на промостойках, делятся своим опытом в этом онлайн-инструменте. Это чат в Телеграм, конкретно по развитию сети промостойок. Далее, значит, нашли партнеров, у меня, кстати говоря, партнеры на промостойку, один из них, из открывшихся промостойка, один из тех, кто работает на промостойке, я его нашла не в оффлайне, хотя, как оказалось, она живет в моем городе, но пришла она ко мне через Инстаграм, как это ни странно. Если это так, то, Катя, где ты, мы и к ним не, так это или не так, подтверди, пожалуйста. Действительно, мы работаем таким образом, чтобы совмещать онлайн и оффлайн. Нашли своих партнеров, дальше нам необходимо научить их тем азам, которые мы уже сами освоили на промостойке, то есть мы сами научились организовывать свой личный товарооборот, мы сами научились приглашать людей через промостойку, приглашать бизнес, конечно же, и мы всему этому прям берем за руку нашего партнера и работаем с ним в оффлайне. Магнитный рекрутинг меня к тебе притянул. Вот Катя дала обратную связь. Да, действительно, это было так. Дальше, после того, как мы научили нашего партнера вот этим всем азам работа на промостойке, мы делегируем полномочия по промостойке. Что это значит? То есть, помогаем нашему партнеру открыть свою промостойку. Каким образом помогаем? Прямо находимся на обратной связи с человеком, даже если он находится в другом городе, не важно. Мы всегда держим руку на пульсе. Вот, например, мы с Катей в одном городе, но промостойку она искала самостоятельно, но при этом рука на пульсе у меня всегда была. То есть, Катя мне кидала обратную связь, вот такие-то помещения нашла, вот такую-то цену мне арендодатель сказал, и задавала вопросы, и получала обратную связь. Так ведь Катя была, правильно? То есть, наставник все равно вел партнера за руку, даже дистанционно. Это возможно, все работает. Так, спасибо, Катя. Дальше делегируем полномочия и открываем самостоятельную промостойку. Дальше все, что нам приходится сделать, это зациклить процесс. А теперь самое интересное. Смотрите, наша цель это помочь 10 партнерам открыть их в собственной промостойке. Почему такой расчет? Потому что вот по моему личному опыту с промостойки можно выжать от 200 до 300 баллов личного товара оборота. Бывает по-разному. Бывает и 150 и 100 бывает. Здесь мы сами регулируем, но меньше чем 150 у меня не получается. Я просто иногда сознательно торможу эти баллы, оставляю на следующий каталог. Вообще 150 это минимум, который получается с промостойки. и 200 баллов это средняя величина. Помочь минимум 10 правильная поправочка, минимум 10 партнерам открыть их промостойки. Значит, 200 баллов личного товара оборота плюс минимум 5 новичков по 20 баллов в каталог реально получить такой рекрутинг на промостойке с такой активностью. В итоге что у нас получается? Умножаем это все на 10 промостоек это 3000 баллов. А по маркетинг плану компании Фиберлик 3000 баллов это уровень директора. Это доход от 30 тысяч рублей. Как вам такой расклад? Интересно? Хотелось бы вот таким образом открыв 10 промостоек масштабируя бизнес таким образом через сеть промостоек выйти на уровень директора. Всего лишь 10 промостоек и уровень директора. Каждая промостойка по 300 баллов. Мне прям очень нравятся эти цифры. Огонь вижу в чате. Огонь. А теперь хотите еще огонь огняный? Сейчас я вам его покажу. Промостойка с грамотным подходом дает быстрые результаты и хороший рост. 100%. Согласна. А теперь огонь огняный. Продолжаем масштабировать дальше. Кто из вас хочет стать бриллиантовым директором? Татьяна говорит хочу больше. Кто еще хочет больше? Кто хочет стать бриллиантовым директором? Так, Катя хочет. Таня хочет больше. Отлично. Поехали. Итак, девочки, Альбина хочет. Поехали, девчонки. Так, вижу вашу обратную связь. Все молодцы. Значит, каким образом через сеть промостойок можно выйти на уровень бриллиантового директора? Масштабируем бизнес, увеличиваем свой доход с 30 тысяч рублей до 200 тире 250 тысяч рублей в месяц. Это как раз доход бриллиантового директора. Что такое или кто такой бриллиантовый директор? Это 6 директоров в вашем первом уровне. Согласны? Дайте мне обратную связь. Кто такой директор и каким образом с помощью сети промостойок можно выйти на уровень директора? Это 10 промостойок по 300 баллов. 10 промостойок по 300 баллов. Представляете? По всей стране сеть промостойок, неважно, в вашем городе, не в вашем городе, в принципе, даже можно посмотреть в масштабах других стран. Здесь уже такой вопрос более сложный, и тем не менее. Как считаете, возможно это в масштабах страны открыть 10 промостойок? Каждая промостойка, девочки, по моему личному опыту минимум 300 баллов. Пожалуйста, бриллиантовый директор, это 6 человек по 10 промостойок, всего 60 промостойок, на всю вашу структуру, на всю команду. и плюс еще дополнительно 6 промостойок, зачем они нам дополнительно нужны? Как вы думаете? Зачем нам еще к этим 66 промостойок? Да, боковушка, потому что нам нужен Бог, Бог в 3000 баллов, мы тогда будем полностью с вами все деньги получать, можно вырастить быстрее, я здесь самый медленный такой рост показала, но давайте мы его по крайней мере озвучим сейчас, все правильно, Бог, да, девочки, нам нужна боковушка для того, чтобы получать максимальный доход с нашей структуры, итого бриллиантовый директор у нас получается 60 промостойок и 6 промостойок, то есть для 6 директоров, каждому по одной, на боковушку 3000 баллов, это 66 промостойок на всю нашу структуру, да, чтобы не остаться без денег, все правильно, Татьяна, значит, какую можно поставить перед собой цель, можно и быстрее, вот здесь были, в чате была обратная связь, действительно, можно и быстрее выйти на уровень и директора, и бриллиантового директора, но вот по самым таким неспешным раскладам, смотрите, цель по срокам, за год выйти на уровень директора, как считаете, за год реально открыть 10 промостойок по всей стране, если, конечно же, проявлять активные действия, если держать на этом фокус и прилагать активные действия, да, возможно, возможно, девочки, нет ничего невозможного, за год на уровень директора, и даже если мы будем перед собой цель ставить такую, чтобы хотя бы каждый год у нас открывалось еще по одной промостойке, еще по одному директору в нашем первом уровне, то за 6 лет цель выйти на уровень бриллиантового директора, пожалуйста, вот вам программы минимум, можно и быстрее, так, сейчас у меня бежали комментарии, посмотрю, если отладить процесс, убежали комментарии, так, так, сейчас девочки, не обязательно внутри одного города, благодаря интернету, можно это делать не только в разных городах, но, да, я озвучила это, и в разных странах, при активности каждый день, да, да, конечно, а как, вы знаете, мое любимое выражение, подлежачего гусара шампанское не течет, да, согласны со мной? При активности. Так, поехали дальше, еще 4 слайда, ну, не так уж сильно у нас затянулось, затягивается, все нормально, девочки, а теперь мы переходим к вкусному, а вкусное это, я вам сейчас продемонстрирую мои результаты, да, и по личному товарообороту, и дальше по рекрутингу будут слайды, сделаю я вам скриншоты из личного кабинета, здесь, смотрите, а хорошо видно, кстати говоря, скриншоты, напишите, потому что мне на самом деле самой не сильно хорошо видно, ага, вижу, а то там такие мелкие цифры, дайте я одену очки, чтобы причитать, так, так, вижу, теперь очки одела, ух ты, я такая зрячая стала, так, девочки, значит, что мы здесь, первый слайд, это, мне кажется, 13-я у нас компания была, а второй слайд, а нет, первый слайд, это 12-я компания, а второй слайд, это 13-я компания, 14-я компания, я готовила, когда слайды, она еще тогда не закончилась, поэтому, слайды же раньше делала, поэтому вот только смогла вам вот эти данные скинуть, смотрите, что получается, по баллам, внизу подчеркнуто в первом скриншоте 191.32, это 200 практически личных баллов, и на втором скриншоте 225.18 личных баллов, пожалуйста, вот вам среднее количество баллов по личному товарообороту, как вам такие цифры, нравится? Так, вижу, что нравится, да вы знаете, если честно, мне тоже нравится, потому что, но никакого геморроя с организацией личного товарооборота, никакого геморроя сейчас дальше увидите с рекрутингом, нету, все зависит от частоты ваших действий, от активности вашей, и от желания, наверное, еще, да, пылесос сам по себе в руки прыгнет стопудово, девочки, стопудово, поехали дальше, следующий слайд по рекрутингу, так, вот, а, нет, это не рекрутинг, это еще один слайд, вдогонку я уже сделала, добавляла буквально, вот, недавно совсем этот слайд, значит, смотрите, это просто для стимула, это мотивашка, за два дня нового каталога, вот, видите, период с 14 сентября, ой, что ты с 14 сентября, не поняла, почему так, ну, девочки, поверьте мне, тогда на слово, я что-то не поняла, почему с 14 сентября, у меня сейчас лично, вот, вот это 124,98, это было в оплаченных баллах, баллах в этом каталоге, то есть, за два дня нового каталога, 124 балла, сейчас у меня уже 143 балла в оплаченных, и сегодня я еще взяла белье, оно мне подошло, еще плюс 25 баллах, уже сегодня у нас какое, 4 дня, сегодня 4, правильно, 4 дня с начала каталога, у меня уже почти 170 баллов в оплаченных, ну, вот 25 неоплаченных, я их сегодня оплачу, потому что белье мне подошло, 170 баллов, круто, я тоже считаю, что круто, но я немножко попридержала баллы с прошлого каталога, потому что там до следующего звания мне чуточку не хватало, а вот этих баллов мне было мало моих, я поэтому решила их на этот каталог перекинуть, и в том каталоге у меня сотка ровно вышла, с того каталога я перекинула, наверное, около 100 баллов, где-то так, и вот еще с нового каталога в итоге, ну, почти 170 баллов, в общем, мне тоже нравится, так, поехали дальше, девочки, теперь по рекрутингу, а теперь смотрите, здесь я специально сделала связь по активности в группе, и по количеству регистрации новых консультантов в группе, вы видите, размах, разброс, 7 человек за каталог, 6 за каталог, 8, 19, 28, это все рекрутинг по структуре, да, и, соответственно, активность 28%, 27, ну, это низковатая активность, но зато, смотрите,